Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в моей рубрике коротко о главном по здоровью речь пойдет про холодные ноги и руки. Почему мерзнут руки и ноги? Что это значит? 9 главных причин, которые вы должны знать. А еще в конце видео я дам важнейшую информацию, что если холодные ноги, то обязательно страдают почки. Почему? Все поясню. Если у вас холодные конечности, категорически как можно быстрее исправляйте данную ситуацию. Первая причина – хронический гипотериоз. Обязательно сдайте исследование гормоны Т3, Т4, ТТГ. Часто бывает именно эта причина, то есть проблема с щитовидкой. Как правило, это дефицит йода и селена. Обязательно принимайте дополнительно селен. Можно купить в виде монокомпонента, мономинерала в аптеке, например, фирмы Солгар Американской, или в Кораллом Клубе Хороший Селен, или, соответственно, где хотите, но это уже, так сказать, как говорится, ваше дело. Помните, что селена много в бразильских орехах, много в кокосе, ну и, соответственно, производных из них. Йод, конечно же, это фукус-гелеобразная форма натив. Именно там йод есть, и он не улетучится, как это в йодированной соли происходит полный обман. Вторая причина. Сахарный диабет. Из-за повышенного количества сахара, инсулина, сосуды страдают. Особенно микрокапилляры. При сахарном диабете рано или поздно всегда происходит повреждение микрокапилляров. Тогда непременно убирайте все сладкие продукты из рациона питания. Обязательно посмотрите мое видео «Веганская кето-диета». Это раз. Второе видео. Первые признаки больной печени. Яблочный уксус и как убрать лишний жир. Эти четыре лекции посмотрите непременно. Ссылочки будут под этим видео в описании. Третья причина. Дефициты гормонов надпочечников. По этой причине, как правило, бывает низкий натрий. Кстати, он еще может быть низкий, когда люди переходят на кетогенную диету, в которой нет углеводов вообще или очень мало. Когда вы перестаете потреблять углеводы, уходит застой жидкости в организме. Больше вымывается воды, а с ней и натрий. Поэтому тогда добавляйте в рацион натрий. Ну, это гималайская соль, например, или морская соль в крайнем случае. Четвертая причина – это гипотония, то есть пониженное давление. Ну и, соответственно, как следствие, плохая микроциркуляция в конечностях. Посмотрите мое видео «Гипотония». Пятая причина. Нейропатия и остеохондроз. Остеохондроз. Нейропатия, чтобы вы знали, это такая патология нервной системы, которая возникает вследствие компрессии или травмы нервного волокна. Если конечности у вас немеют или их покалывает, то это однозначно периферическая нейропатия. А остеохондроз как раз – это компрессия нервных корешков. Это состояние и дает чувство холода в конечностях. Тогда нужна гимнастика, допустима пчелотерапия как раз, иглотерапия в этом случае, хорошие висцеральные массажи. Ну и, конечно, натуральные седативные препараты. Тут можете посмотреть мое видео «Гипертония. Часть 2». Ведь остеохондроз, нейропатия дают спазмы. Спазмированные мышцы пережимают сосуды. И течет кровь плохо, а значит недостаточной энергии и холодные конечности. Шестая причина обособленная. Это вообще по разным причинам низкое содержание натрия в организме, недостаточное. Тогда я советую либо гималайскую соль использовать, либо чуть больше использовать в пище, если вы уже это используете. Ну или сельдереевую, что более безопасное, поскольку все соли там органические. Седьмая причина – это дефицит цинка в организме. Потребляйте цинк в обязательном порядке. По многим-многим причинам. Посмотрите вот это мое видео «Цинк». Будете все знать. Восьмая причина – это дефицит железа в организме. Ну и как следствие анемия. Посмотрите вот это мое видео обязательно. Ну а девятая причина – это атеросклероз, то есть бляшки холестериновые на стенках сосудов. Соответственно, их просвет сужается и ухудшается циркуляция крови, особенно в конечностях. Но помимо прочего, к шуму в ушах, плохой памяти, ну и естественно к ишемической болезни, сердце, инсультом, инфарктом, как в отдаленной перспективе следствие. Ну а теперь второй раздел моего видео, то есть если я сейчас говорил о причинах холодных конечностей, то теперь к чему холодные конечности могут привести, помимо, конечно, других разных проблем, то есть ухудшение тканевого дыхания в результате слабого поступления крови, например. Вот что еще может быть за проблемы. Это проблемы с почками. Помните, если холодные ноги, всегда будут проблемы с почками. Старая народная мудрость права здесь, что всегда держите ноги в тепле. Если вы нагреваете ноги, будут прогреваться и почки. Вообще изначальных проблем с почками всегда две. Первая, это если вы мало пьете воды. И вторая причина, если холодные ноги. Ну и конечно же плюс инфекции, но инфекции всегда вторичны. Холодные ноги всегда дают предпосылки к ослаблению данного органа и постепенно развивается в том числе пилонефрит. Все очень просто. При переохлаждении ног и, соответственно, почек, кислорода вместе с кровью поступает к органу мало-меньше и возникают застойные явления. Инфекции берут верх над организмом или над органом конкретным. Помните, что почки настолько холодные, насколько холодные ваши ноги. А у почек важнейшая функция, вторая после печени, это фильтрация нашей крови, удаление многих токсичных веществ из организма. Переохлаждение почек, это еще и циститы, и огромное количество мочеполовых инфекций и у женщин, и у мужчин. Это возможный толчок к образованию кист. То есть от эрозии, бесплодия и дисплазии до простатита у мужчин. Как же все-таки правильно прогреть ноги, а сделать это правильно непросто? Недостаточно просто лечь в ванну теплую. Недостаточно и в тазике держать ноги. Да, действительно, есть такой вариант, когда берется только не тазик, потому что он только по щиколотку ногу греет, а берется большой бак, наливается горячая вода, человек сидит и ноги опускает. Но при этом обязательно ногами надо двигать, пальцами ног надо вибрировать. Помните, только так разгоняется и лимфа, поэтому ведь нам надо прогреть ноги, ну, почти до колена. Но это вариант не лучше. Еще один вариант. Берете тазик, в нем песок, либо, что лучше, шунгит, нагреваете, скажем, на комфорке до теплого состояния, чтобы могли держать, но уже тяжело было ногу держать. И опускаете, и тоже вибрируете ногами. И как массаж будет, очень хороший. И, соответственно, как прогрев. При этом надо не просто сидеть, часть времени сидеть, а часть встать и просто ходить. Соответственно, это второй вариант. Еще один вариант. Ложитесь, обертываете ковриком, греющим, инфракрасное тепло. Есть такие коврики типа доброго тепла, которые уже много лет продают, и аналоги. Затем обертываете шерстяными полотенцами, либо какими-то еще тканями плотно, и горизонтально ложитесь. При этом нужно прогревать таким образом, чтобы выступил пот. Это может быть не с первого раза. Это довольно-таки сложно. Причем добиться надо, чтобы пот выступил не только с нижней части ног, но и с верхней. И тогда, кстати, будут быстрее, гораздо при равных прочих, проходить многие проблемы с мочевым пузырем, с мочеполовой вообще системой. Имейте это в виду. Такие процедуры. Ну, можно делать, конечно, если прогревание всех ног с обертыванием это на ночь раз, а с песком и так далее до двух-трех раз в день, по мере необходимости, смотря как у вас будут прогреваться ноги и насколько быстро они будут холодеть опять. Но помните, что вышеуказанными мною мерами с добавлением в рацион йода, селена, всех остальных нюансов, еще которые я сейчас скажу, вы, конечно, избавитесь от этой проблемы. Очень важный еще момент хочу вам подчеркнуть. Помните, что вот как бы котельный, условно говоря, то есть теплообменником у нас в организме являются два главных органа в этом смысле. Это печень и толстый кишечник. Главное, наша батарея организма. Но не всегда они здоровы и не всегда энергии у них достаточно для того, чтобы обеспечить теплом весь наш организм. Поэтому главная задача обеспечить теплом что? Мозг, сердце, другие некоторые органы, легкие в том числе. Ну, а конечности уже на самый последний момент. Помните об этом. Ну и проверьте, конечно же, здоровье вашей печени и кишечника. Поэтому посмотрите мое видео «Синдром дырявого раздраженного кишечника». Дисбактериоз. И еще очень важный момент. Знайте, что если руки или ноги холодные, но они при этом розовые, а не белые, то кровь туда доходит. И тогда ищите причину, как правило, в гормонах. Это первые четыре пункта, о чем я говорил. И еще, конечно, в дефиците важных питательных элементов. Я очень вам советую принимать дегидрокварцетин. Посмотрите это мое видео об этом уникальном продукте. Конечно же, Т8 Экстра. Посмотрите видео про силу хвои. Ну и, пожалуй, в данном случае вполне достаточно. Дорогие друзья, не поленитесь. Обязательно посмотрите все эти видео, которые я вам рекомендовал сегодня смотреть. По ссылочкам будет по пунктам 1, 2, 3, 4 и так далее. Эти видео под этим моим видео, которое вы сейчас смотрите, перечислены. Ну, на этом все. Я надеюсь, что данное видео было вам очень полезно. Тогда ставьте обязательно лайк, поддержите канал. Подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. И рядом нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео и увидеть их. Желаю всем честно, порядочным, хорошим людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну и до новых встреч. Увидимся. Всего хорошего.